Многие охотники с нетерпением ждут открытия весеннего сезона охоты. Некоторые считают, что весной охотиться несколько сложнее, чем летом. Это объясняется большим числом ограничений, накладываемых на охотников, что связано с брачным периодом животных, который сокращает сезон охоты до 10 дней. Поэтому кого-то это не устраивает. Однако тех, кто желает получить удовольствие от хобби, такие препятствия не остановят. Достаточно ознакомиться со сводом правил и подготовить необходимое снаряжение. Весной вообще открывается у нас в Бриданской области охота на гуся, селезня, утки и на вальшника. Я больше всего люблю охоту на вальшника. У нас охота на вальшника разрешается только на вечерней заре. И чем хороша эта охота? Она очень спокойная, очень умиротворяющая. Это весенний лес, пробуждение природы, звуки, запахи. И вот этот долгожданный звук летящего, атакующего вальшника. Каждый охотник знает, насколько это волнует душу. Главным условием в это время года для охотника является необходимость избирательно подходить к выбору дичи. Обход закона ради наживы ни к чему хорошему не приведет. Благоразумный охотник это понимает. Отстрел не тех животных негативно скажется на их численности и приведет к быстрому исчерпанию природных ресурсов. Поэтому и существуют правила, которые необходимо соблюдать. Если это охота на гуся, то она разрешена только из укрытия с применением профилей. Или сейчас существуют объемные макеты гусей. Это ради бога. Во время сезона весенней охоты с 28 по 13 апреля управление Росгвардии Паризанской области будет проводить оперативно-профилактические мероприятия. Стоит напомнить, что охотник во время охоты должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на оружие, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путек в конкретное охотохозяйство. Отсутствие указанных документов является административным правонарушением, за которое предусмотрена административная ответственность. Если дичь добыта без указанных документов, то она подлежит конфискации. Министерство природы Рязани напоминает всем охотникам о том, что необходимо неукоснительно соблюдать все ограничения и запреты, установленные правилами охоты. Кроме того, им необходимо придерживаться всех установленных норм добычи охотничьих ресурсов и требований пожарной безопасности. Но не только. Также хочу обратить внимание охотников на соблюдение правил личной безопасности, неупотребление спиртных и алкогольных напитков во время охоты, потому что нахождение человека с оружием в состоянии опьянения является административной ответственностью, за которую предусмотрен административный штраф до 5000 рублей с конфискацией оружия. Также управление Росгвардии напоминает, что стрельба ближе 200 метров от населенных пунктов запрещена. При охоте нельзя вести огонь по информационным знакам и вблизи электропроводов. Олеся Котровская, Григлотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».